И человек принимает Духа, подымаясь с воды, понимаешь? Ну вот тут это разделение, знаешь, между Духом внутри и внешней славой Божьей на твоей жизни. Она такая же, как в Старом Завете, просто во много-много раз больше. То есть тут слава Царя, Сына, Бога, понимаешь? Максимум раньше была слава Царя, помазание Царя, теперь помазание, понимаешь, Сына Божьего. Ну и слава Сына, славу, которую ты дал мне и я дал им. И вот по поводу как раз там вопрос о Крещении. Есть, допустим, разные теологические объяснения, теории разные и практики в христианстве. Допустим, есть учение о Крещениях вообще, да, вот в Библии говорится у Павла-то. Вот Крещение там в воде, допустим, с этим так больше или меньше понятно, как обещание Богу доброй совести или спрашивание доброй совести. Крещение духовное, да, вот Крещение там, разные Крещения. Но Баптизо, буквально, хочу напомнить слово, это вот это греческое, да, оно означает именно, означало тогда, по крайней мере, не просто погружение в смысле окунания, как в современном греческом языке. А погружение, в смысле и пребывание там, и пропитывание вот всем этим во что-то погрузился. Вот Баптизо так употреблялось, как, допустим, для вот соления огурцов, очень хороший пример для меня, потрясающий пример. Этот процесс, по сути. Да, процесс. И, значит, и вот, допустим, малосол, да, греки Баптизо не называли. Вот эти малосольные огурчики, к ним Баптизо не относилось, когда на шкурке только соль, а внутри нет соли еще. Вот, а Баптизо к тем огурцам, которые имеют соль в себе уже. Вот, и Новый Завет так говорит, имейте соль в себе. Вот, и, по сути, Баптизо, да, вот, когда Иисус сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, и некоторые христиане, даже многие, даже служители, вот, учители, считают, что здесь идет речь о водном погружении, об обряде самом. Но это очень упрощенное и плоское такое понимание вот этого послания, слов Иисуса. По сути, в древности Баптизо так и не употреблялось и за 300 лет до Христа, и лет 500 после Христа. Слово это Баптизо употреблялось только лишь для обозначения погружения, в смысле, там и остаться, там и пребывать. То есть, слова Иисуса для современного читателя надо так перевести, для удобства понимания, что кто уверует в Меня и погрузится в Меня, погрузится в сущность Отца, Сына, Святаго Духа и пропитается Мною, будет спасен. А кто не уверует, ну, так и засохнет, получается, на грядке огорода мира сего, да, такое говорится. Вот, значит, Бог хочет, чтобы весь урожай был собран с грядки в катки. Для сельского жителя самой трагедией, я в селе жил несколько лет, я видел, когда урожай погибает на полях, люди это переживают, ну, и мне тоже было жалко. Хотя я там не трудился ни одного дня, допустим, там, значит, там, ну, вижу, как-то комбайнеры, трактористы, там, значит, а потом команда была сверху, все, по сути, ну, бросить. И поля погибали, вот, начало 90-х я видел, ну, и эти колхозники, они вот, ну, вот, ну, обидно, и даже не то, что свой труд обидно потерять, да, а вот само это, вот, интуитивно даже люди земли, да, они понимают, что это ненормальная ситуация. Земля родила, а все это рожденное, все погибает, все погибает на полях. А представьте, вот, как Господь видит землю, да, обозревает снов человеческих и видит, как урожай растет, да, но он погибает на полях. Это ненормальная ситуация, друзья. Бог хочет, чтобы вот, чтобы мы с этой земли были сорваны, да, пережили, как-то эти огурцы оторванные от матери земли, как бы, да, и с грядки в катки, вот в эти, и погрузились в него, в его сущность, и пропитались им, Богом пропитались. Вот, новая сущность появилась уже у нас, и запах, и вкус, и все, полностью другое, все. Поэтому баптизу, вот, когда говорят о крещении духом, допустим, да, святым, некоторые понимают довольно упрощенно, что это вот, вот, допустим, он начинал молиться на языках, на иных, допустим, непонятных языках, это вот как уже знак уже крещения духом. Нет, теоретически так оно и есть, но, друзья, тогда мы можем скатиться и скатываемся на уровень, допустим, гласолалий языческих религий. То есть, это, ну, тоже духовное переживание, но это совсем другой уровень, это недостойно христианина. Настоящий да баптизу, это погружение в сущность самого Бога и пропитывание им. И вот тогда, даже те иные языки, там, значит, там, и чудотворение, и все, тогда уже не это наше деяние, это его действие в нас и через нас. Да, так что баптизу, товарищ огурцы. Нет, интересная вообще тема, честно, я не знаю, она меня, знаешь, я не думал об этом, я не складывал это все, знаешь, я начал говорить просто людям, знаешь, в церкви вчера. Просто вот открываю рот, да, начинаю говорить, начинаю говорить как раз про некоторые лицемерные моменты, что мы прям сами себе и нам нужен свет Божий, в котором эти вещи, знаешь, и это начало. И потом просто понеслось, вот так вот, я это все вот так, как тебе рассказал, плюс-минус сложил, знаешь, в такой вот, это на ходу все, реально, это все на ходу. Вот я сам говорил и себя слушал, мозг, знаешь, подкидывал эти все, просто рождалось, 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 рождалось. Я даже не знал, чем оно закончится, знаешь, когда говорил, а закончилось просто сошествием славы, понимаешь, сошествием духа, да, огня на человека уж. Ну, и как бы, а дальше идите, понимаешь, там дальше уже он будет действовать и прославлять и все остальное. Да, да. И как бы вот, ну, конечно, теологически это еще, как бы, посмотреть, попридираться к нему, может, еще некоторые моменты упустил. Может, что-то чуть-чуть некорректно сказал, чтобы не было никаких, знаешь, вопросов. Угу. Вот, но, но плюс-минус, плюс-минус. Да. Ну, где-то так. Вот. Так что, друзья, да, прибыть, прибыть, понять, начинаются чуть-чуть-чуть перемены. Сначала шкурка, потом внутрь, внутренняя, потом семечки, да, и все, сами плоды уже, семечки, ну, просоливаются, прокрашиваются. Да, да, да. Все видоизменяется, да. Класс. Так, что, братья. Мне нравится. Класс. По-настоящему, вот так вот, ты сидишь, ты счастлив. Да. И ты ничего не делаешь, ты говоришь, да, ты счастлив. Молишься за людей или просто, ну, ты счастлив, да. Идешь там, к жену обнимаешь, ты счастлив. За людей молишься, да, на улице, ты тоже счастлив. И понимаешь, это счастье, знаешь, этот покой, эта свобода, да, она не зависит вообще от того, что ты делаешь. Угу. От обстоятельств. Или же там, от деяний. От деяний не зависит полностью. Угу. Деяния зависят от твоего покоя, от твоего состояния внутреннего. Этот шалом, мир, он не от этого мира, не из этого мира, он не из этого пространства временного, там, континуума, да, он из других, из другой реальности. Он над разумом, он над этой действительности. Превыше. Да, из другой реальности, более реальной реальности, чем эта реальность. Это реальная реальность, это классная реальность, но есть еще более реальная реальность, вот из Божьей реальности, более реальной реальности, вот этот шалом. Амедвуя, спасибо, спасибо. Реально как-то так получилось, не было учений, но как-то так изнутра получилось в этом процессе, отказался от действий, отказался служить, отказался что-то делать, помогать. Тогда это было на уровне, знаешь, попеть песенки, с плакатиком постоять, ну, понимаешь, да, там, походить, да, вот, сказать брат, приходи в церковь, вот, дать Библию, ну, просто отказался служить, понимаешь, это служение, понимаешь, на каком-то уровне. В результате полгода тишины, и вместо того, чтобы, понимаешь, вызвать людей в церковь, там, за тобой, за тебя помолятся, может, что-то произойдет, знаешь, ты сам молишься, и все происходит, ты становишься церковью. Да, да. Знаешь, вместо того, чтобы раздавать людям Библию, да, ты стоишь в живом Писании. Да, да. И твоя жизнь, понимаешь, становится пророческим актом, свидетельствующим о нем. Вот. И в результате, ну, грубо говоря, понимаешь, за пару лет получилось больше даже, чем я вообще за всю жизнь мечтал. А вот здесь интересный вопрос, пишет Вениамин Коломовец, пишет, когда работаешь с неверующими, счастье сразу пропадает, пишет он. А еще пишет, интересно дальше, второе, хорошо, когда в келье сидишь, тогда хочется любить. Родной, просто потому что не утвержден. Я правду буду говорить, просто потому что не утвержден, ты зависим от внешнего. Интересно пишет, да. Вот начало, посмотри, начало трансляции о том, что мы как раз говорим, что ты видишь своими глазами, ты реагируешь своими эмоциями, ты зависишь от внешнего. И в результате твое внутреннее, да, они влияют на твое внутреннее состояние, вместо того, чтобы твое внутреннее состояние влияло на них, понимаешь, это не словами. То есть ты с неверующими, счастье пропадает. Но еще молитвы, еще немного познания Христа, и ты придешь к неверующим, и они станут счастливыми. Счастливыми, да. Понимаешь? Кто, кого должен бояться, кто над кем должен владычествовать. Если ты работаешь с несчастными людьми, они делают тебя несчастными. Это значит, ну, нет счастья внутри себя самого, такого большого, глубокого, настоящего, по правдушному счастья. Если ты счастлив по-настоящему, ты несчастных людей делаешь счастливыми. Ну, понятно, несчастные люди, они делают людей несчастными, да. Но счастливые делают людей счастливыми. Когда подколы, насмешки, а, ну, переживает брат, над ним подкалываются. Ну, это же слова пустые. Насмеиваются, насмеются. Он принимает это, получается, внутрь, да? Да, ты принимаешь это внутрь. Получается, да. А если понимаешь, к тебе алкоголик подходит, говорит, ты меня уважаешь? Нет, ну, ты же не можешь на него нормально. Ты говоришь, да, уважаю, уважаю, уважаю. Но ты не можешь себе подумать, да, типа, ну, как, нет, ну, я же не могу тебя уважать. Ага. Понимаешь? Серьезно, не воспринимаешь его слова. Нет, здесь не нужно терпения, здесь нужно осознание. Да, 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 терпение, она лопнет, терпение лопает себя, поэтому лучше не терпеть. Здесь нужно осознать. Да, да, и любить, действительно. Здесь нужно, смотри, то есть разделяй, ты страдаешь Христа ради, это радостно, или ты страдаешь за свою религиозность, потому что тыкал в брата Библии, и он теперь с тебя смеется. Ага. Пытался его там куда-то тянуть, евангелизировать, да, и в результате, понимаешь, если ты с Богом живешь, это они исцеляются, это им не смешно, это они к тебе домой приходят и помолись, пожалуйста. Это они к тебе, да, расскажи, чем ты живешь, как ты тут не переживаешь, как ты тут не реагируешь, как так. Я тебе одну историю, реально расскажу одну историю, а то. Так. Приехали мы первый раз, только началось, ну, военные действия, да, приехали мы первый раз туда. Будешь пить? У тебя кофе еще. Да, я его берегу. Приехали мы первый раз туда, и нас, ну, поселили в палатку с солдатами. Вот. Ну, и эти ребята, такие типа сидят там, бухают, знаешь, и начинается разговор, я давай прямым текстом, да, что эти гомики сюда приехали, зачем? А, попы, мол, приехали, да. Да, они между собой там извращаются в своих кельях, и сюда пришли нас растлевать, и мы все кушаем за столом, понимаешь, да? Это во время... Это один стол, мы все кушаем, и это во время стола они... Такие разговоры. Такие разговоры. С одной стороны стола к другому. Понимаешь? Да, точно, слушай, нужно как-то беречься, я не знаю, бронежилет на задницу одеть, понимаешь? Нет, ну, это просто, ты поймаешь, да? Ну, подкалывай, да. Насмехайся и подкалывайся. Это насмешки. Да, 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 да. Вот. Мы спокойно кушаем, спокойненько докушали, благословили ребят, знаешь. Они все это время, там, полчаса, там, гээ, ага, уу, ага, ээ. И, ну, это я самые мягкие говорю вещи, которые, ну, они там между собой говорили. А, а что, самые мягкие еще? Да. Вот. А то же, понимаешь, с ними опасно общаться, потому что они такими техниками владеют, что ты сам штаны там снимешь радостно, понимаешь? Вот. И так далее, то есть. Вот так. Во время еды. Мы ложимся спать, этот один такой был, кобра, вот, позывной его парня, знаешь. А, позывной, да. Да, он там вечером выпил немного, знаешь, ложится спать, передернул автомат, говорит, я автомат не отпущу с рук, потому что я их боюсь. Ух ты. Да, что меня тут изнасилуют. Воу. Вот, если они тут сейчас пройдут, клянусь богом, я просто стрелять буду. Ага. Вот. Понимаешь, богом клянется. Да, интересно. И так и спал с этим автоматом, мы тоже легли спать. Ага. А вот, и наутро проснулись к командиру и говорю, слушай, там у тебя ребята на передовой, давай к ним, ну, пусть мы к ним поедем. Так там же опасно, говорит, ну, а что им, не надо, да, ну, помощи. Ну, да. Мы поехали к ним. Ага. А те сидели в тылу и боялись. Ага. Говорит, типа, ну, мы лучше отсидим, чем сдохнем тут. Ага. Вот. Ну, да, да. И прикалывались вот это все, знаешь. Мы пошли на передовую именно, к ребятам. Да. Молились за них, общались с ними, знаешь. Рассказывали про Иисуса. Ага. День, второй, третий, там война, бомбежки, реально, то есть, три дня не спали, трое суток не спали, потому что постоянно, да, ну, боевые действия. Ммм. Потом вернулись обратно. И опять к этим ребятам. Вечером, ночью я захожу такой, просто лечь спать. Угу. И меня встречает кобра. О, а где вы, типа, пропали, знаешь, такой тоже. Говорю, то там с ребятами на передовой. Ага. Так там же опасно, знаешь, такой. Ага. Так там же, там же, типа, убить могли. Ну, да, да, ага. Знаешь, говорю, ну и шо? Типа, шо это, че-то меняет, че-ли. Ну, да, да. И тут его лицо меняется, и он говорит, батюшка, дай я тебе кофе сделаю. Ха-ха-ха. Знаешь? По-другому посмотрел, раз, чик. Да, но я автомат, говорю, слушай, давай завтра, я не могу, реально, я три-трое суток не спал. Угу. Давай уже завтра. Ага. Батюшка, ну, пожалуйста. Ага. Вот, хочешь чай, хочешь кофе, а внутри, знаешь, типа, пообщайся с ним. Угу. Я говорю, ну, давай так, только крепкий, очень крепкий. Ага. Чтобы я хоть чуть-чуть соображал. Сейчас сделаю, там, он сделал, там, все эти, там, баллончик такой, знаешь, с конфоркой у него газовой. Ага. Ага. Вот. Портативный. Да, да, кружку нагрел, закипятил, сделал кофе, вкусный, кстати, кофе был. Ну, вот, по благодати, знаешь, с Божьим присутствием. Класс. И мы с ним начинаем общаться. И он задает вопрос, как ты не боишься смерти? А, ну, да, насущный вопрос. Да. И я ему, типа, как ты так легко к смерти относишься? Ну, чуть-чуть. Ага. Вот. Я ему говорю, потому что я уже мертв. Угу. В смысле. Я свою жизнь отдал уже. Я знаю, кому я поверил. Ну, да. И самое страшное, что со мной случится, я умру, пойду к Иисусу. И неважно, с голода умру, да. Ну, да. Залпы убьют меня, да. Еще что-то. Для меня смерть это счастливый исход. Ну, да, да. И я иду на небеса к любимому, которого уже я люблю. И те небеса, то счастье, да, которое я уже перепереживаю. Я радостно туда бегу на самом-то деле. Но я не убегаю, а жду, стремлюсь этого. Да. Вот. И пока я здесь, я не боюсь уйти. Если Богу не надо, Он хранит меня. Ну, да. Ничего себе могут сделать. А как жена, как дети? Ага. Я говорю, слушай, если Господь заботится о жене, о детях через меня. Да. Это же не я, я не в состоянии заботиться. Ну, да. То что, Он не в состоянии без меня о них позаботиться? Да, да. Он такой, я никогда о таком не слышал, знаешь. Я говорю, Он настолько благ, что взял вот все наши страхи, желания, печали, немощи, всю эту нашу натуру вот такую, которая привыкла петлять. И она боится на самом-то деле. Она не знает, куда она попадет после смерти. Она здесь, не жизнь, а выживание. Вот это все взял и с собой понес на крест и дал нам свою жизнь. И ты хоть чуть-чуть понимаешь, какой Иисус жизнью жил. Да. Говорит, хороший. Кифа, то есть вот боец Кубра, да, он слышал, значит, получается о другом христианстве совсем. И поэтому, когда передергивал затвор, значит, ложился с автоматом, да, у него в мозгах было одно христианство совсем. Вот, значит, но когда, вот интересно дальше он пишет, да, очень интересно Вениамин. Значит, но когда он уже столкнулся с другой реальностью, с другим христианством, да, то он совсем по-другому стал мыслить. И вот Вениамин пишет там, да, что сейчас действительно не хотят слушать о Боге. И слава Богу, что не хотят слушать. Слава Богу, я очень Богу благодарю, что мы сейчас живем в то время, не в 90-е, когда люди все слышали. И то, что надо, и то, что не надо. 90-е людям просто интересно, это дикоин. Да, информационный голод был. Просто-напросто информационный голод. А сегодня, слава Богу, что уже информационного голода такого сильного нету, страшного. Поэтому уже люди, знаете, вот когда у него голод, у него, да, например, он оторвался до сковородки, он там все ест. Даже если там маленько, там неправильно, все подряд ест. В 90-е люди ходили в церкви, каялись, плакали. После этого ходили к буддистам, тоже там плакали, переживали. То есть это просто для них это было диковинка. Для них это было новое. Они на самом-то деле, все говорят, вот великое пробуждение 90-х ушло. Не было пробуждения, был огромный позор. Да, да, да. На самом деле, сейчас люди хотят уже настоящего Христа. Не просто декларации, не просто догматики, конфессионального Иисуса. Не хотят уже ни православного Иисуса, ни протестантский Иисус никому не нужен уже фактически. Ни католический Иисус не нужен. Нужен реальный Иисус. Православный. Настоящий. Даже не православный Иисус. Вот действительно, настоящий, реальный. И Бог сегодня ни православный не нужен, ни мусульманский, ни христианский, ни иудейский. Никакой не нужен уже большинству людей, по сути. И слава Богу, что такой Бог не нужен уже. А нужен Бог настоящий. Вот пришло время, давайте выкинем и православного Бога, выкинем мусульманского Бога, выкинем там иудейского Бога. выкинем там как любого, всех богов давайте повыкидываем. И настоящего бога, истинного, истинного бога, в него погружаемся и являем его. Вот это истина. Вот пример Кифы с этим бойцом коброй очень хороший, их хорошо иллюстрирует. Он знал одно. Момент, знаешь, я просто два слова договорю. На эти мои слова знаешь, что он сказал? Что? Я хочу такого бога. Я хочу быть с таким богом. О, вот, вот. Я говорю, давай молимся. Он молится. Я молюсь, чтобы Дух Святой сошел на него. Он в слезах, в соплях рыдает. О, вот видишь. И знаешь, какой результат? На утро он еще пять человек присоединяется, идут туда. На следующий день 25 человек идут туда. И начинается движ, люди начинают пробуждать, осознанно, осознанно понимают, страхи уходят. Принимают действительно настоящего, живого бога и с богом уже начинают жить. Потому что они понимали, что они пытались водкой, допустим, забить страх смерти. А на самом деле просто бог освобождает от этого. И это уже реальное. Это настоящее. И это то, что останется с ним теперь по жизни. Да, да. Он придет на гражданку, вернется с войны. Он уже с этим вернется, на самом деле. Так что... Ну, а дальше, извини. Не, правда, это очень хорошие примеры. Я это еще и по советской армии примеры такие тоже знаю достаточно много. Шалом, братья, Эдуард пишет. Шалом, брат, шалом. Писание говорит, что будет как в одни Ноя. Ноя остался один, праведник на целой планете. Никто не хотел правильно жить с Богом. У Вениамина такие настроения, такие, да. Он передает свое понимание, такое видение. Ноя праведники остались, а неправедные взяты были. Ну да. Вот последние дни будут, мы думаем, я не знаю, нету в православии доктрины о вознесении. Ну, и есть, и нет, но как бы сообразие. Но праведники по сути останутся, а неправедные взяты будут. И мы живем в последние дни. Аллилуйя. Это не страшные дни, это славные дни. Это не конец света, это конец тьмы. Конец тьмы, да, да. Ой, слава Богу. Константин пишет тоже, да, шалом. Приветствую, брат, дорогой возлюбленный. Всех, короче, приветствую. Всех братьев благоставляю. Кто подсоединился, подключился, подключается. Писание говорит только о Ное. Ну, это вот история с Ноем, да, видимо, не дает покоя брату. Вот, я рекомендую все-таки переключиться на сегодняшний день и на живого Бога, да, живого Господа. Вот, и Ной не ныл, и ты не ной. Как вот. Я в социальных сетях прочитал такое, мне так понравилась эта фраза, я перепостил ее у себя на странице, там, думаю, классно сказано. Очень просто и очень емко. Ной не ныл, и ты не ной. Вот, значит, вот, а самое главное, наш Ной, это вот сам Господь ныне, Иисус Христос, и Он не ныл. И Он останется, Он приводит. Да, да. И вот нас, вот всякой твари, туда, на борт ковчега, приглашает ныне. И чистых, и не чистых. Да, да, да. Кошерных и не нынких. Всех, всех, да. И пусть Господь благоставит сегодня всех вас, братья, сестры, кто там подключился, подключаются, ну и кто будет потом в записи смотреть. Благоставляю вас. Там еще какие-то сообщения, но это уже там надо потом будет открывать. Уже потом, еще здесь вот это, который наверху там. Сейчас. Ай. А, ну это поприветствует. Это, видимо. Это под видео. А, ну это под... Да. Только Господь Иисус, Христос, может даровать истинное воздержание и дарует, пишет брат здесь. Я, я только говорю с позиции его во Христе. Да, да, да. Нету, нету, как бы, знаешь, Господь дарует. Не, 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 мне не нужно воздержание, мне нужен сам Господь. Да, да. В нем это есть. Это совсем другой подход, да. Да. А Лот мучился, брат вспоминает опять Вениамин, каждый день в праведной душе видя и слышу дела беззаконные. А я, видя и слышу праведные дела Господа, наслаждаюсь и радуюсь, честно. Так что, Лоту лучше не подражать, да. Да. Это отец верующих по плоти. Будем так говорить, плотских верующих. Супер, мы вас ждем. Ну, это уже Александра Ковалева, да. Это уже после обеда встречаемся, будем благословлять. Благословения вам всем, родные, и радости. Пожалуйста, никакой печальки не давайте господствовать в вашей жизни. Да. Ни мучением, лотовским, или каким-то еще... Лот стенал, потому что не видел реальности настоящей. Да. Они пытались, они хотели видеть то, что мы видим, да, но они не имели. Вот. И люди, вот такие, как Лот, это плотские верующие. Это, по сути, неверующие люди. Вот. По сути, невозрожденные и не знающие Бога, знающие о Боге, да, Лот кое-что знал о Боге, но он Бога не знал. Авраам, он отец всем нам, отец верующим по-настоящему, а Лот верующим по-нарожку отец. Ну, как бы написано, что он праведен был, знаешь? Да, но это праведность совсем другая. Но это праведность, да, старозаветняя праведность, то есть, это не отпознание Бога праведность. Да, 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 абсолютно. То есть, не праведность по вере, да. И даже не праведность Авраама. Это не праведность Авраама. Это совсем другая праведность вообще. Это праведность по делам. В терминах, просто надо разобраться даже, кстати, потому что многие, да, вот действительно ловятся на вот такие вот термины эти, и понимание, Лот это верующий такой человек, он жил среди неверующих, да, вот, и он страдал, и мы должны, Господь терпел, и нам велел как бы терпеть, это терпилово такое, не христианство, а какое-то терпиловое. Так часам не пошел. Это ненормально, да. Страдал, мучился. Да, кстати, вот что он, дурак, вот сидел, значит, и вышел бы из этого, сошел бы к Аврааму. Хох. А вместе бы радовались. Гордость не позволялась. Смотрели бы на звезды. Праведность бы не позволяла. Видели семя Авраама, смотрели бы вместе на песок. Да. То есть, нет. Его праведность, она мешала ему к Богу обратиться. Его праведность мешала ему вернуться к Аврааму, попроси прощения. Его праведность мешала ему потом очень во многом вообще. Вот. Упаси Господь нас от этой праведности. Это, то есть, он может по делам, да, он не грешит. Он терпел, да? Ну да, да, да. Но. Воздерживался, да. Это праведность. Может терпел, там, да. Может ему при нагаре, там, значит, там, такую любовь нетрадиционную. Может хотел, но вот терпел, он как будто, он все-таки же Бог велел, там, значит, там. Да. Вот, значит, и он терпел. Он терпел. Это, например, абсолютно, вот, абсолютно для подражания. Просто родные, мозги, заточенные на печальку, они ищут и находят нужные стихи. Да, объяснение в Библии очень много. Понимаете? Много найти стихи. Если для тебя Бог, вот, для тебя жизнь такая, ты найдешь подтверждение в этом, что это правильно. Да. Мы ищем в этом, и мы находим. Мы ищем ложь, и мы находим ложь. Находят о коррупции, объяснение, оправдание. Я тоже слышал такое, да, о дарах. А как иначе. Да, да. Блудник ищет объяснение в Библии, блуда своего, там, находит объяснение. Что угодно вообще. Вот, я там был в Нью-Йорке, вот, я вспоминаю, попал навстречу, пресс-фитеров, там, пастырей, значит, разных конфессий, короче. Русскоязычные там были, пастыри в основном все. Значит, и... Я был единственным гостем, меня представили, вот, гость из России приехал, значит, да, ему интересно было, и я был единственный православный там гость. Там все были, в основном, баптисты, писятники в основном были, писятники чаще всего. И я был в Риасе, все, мне дали, поэтому микрофон, не сбежал мне микрофон. А там очень интересные темы поднимались. Как раз тогда в Нью-Йорке обсуждался вопрос, значит, там, по поводу, вот, да или нет в церквях, по-разному, вот, к нетрадиционной ориентации, как говорят, да, вот, отношения, вот, сексуальные. И один из обслужителей, он огласил то, что, в принципе, другие пастыри, многие американские пастыри, непосредственно англоязычные, объясняли, что это допустимо, как бы, потому что, вот, согласно Писанию даже, основываясь на Писании, что у Давида и Иоаннафана была такая вот, якобы, гомосексуальная любовь, опыт такой гомосексуальный. И якобы, значит, то, что любовь, да, в оригинальном тексте еврейском, на самом деле, там говорится, что любовь их была больше, чем женская. И там оборот идет речи еврейской оригинальной. Имеется в виду, что их связь была не просто душевной, а плотской связью, любовной. Они были любовниками. Вот, и, но, я, когда микрофон у меня был уже, я сказал так, что, говорю, ну, я, говорю, со свечкой не стоял, во-первых, и я не знаю, что, было ли что-то или не было у Давида и Иоаннафана, но даже это для меня не вопрос сейчас. Потому что для меня даже Давид, да, он царь, он праведный, да, значит, и его праведность, она тоже, значит, им известна, да, но это не то, чему я подражаю. Не Давид мой искупитель, не он мой спаситель, а Иисус Христос. Вот, и Давида Бог любил не за его гомосексуальность или за его блуд. Он, допустим, даже порнографию объясняли, именно, вот как раз допустимость порно, значит, именно благодаря Давиду. Он подглядывал за голыми женщинами, вот, значит, и, значит, ну, опять-таки, можно что угодно из писания взять и этим пытаться что-то объяснить, оправдать. А на самом деле, вырывая из контекста, вот, писание, фрагменты писания, фашисты тоже объясняли, значит, немецкие фашисты во время Третьего Рейха, вот, Иосиф Геббельс, значит, Иосиф Геббельс, значит, и министр пропаганды, да, Третьего Рейха, объясняя гонения на евреев, да, значит, что, вот, объяснял слова Иисуса, отец ваш дьявол, и вы исполняете там похоть отца вашего, и объясняя антисемитскую доктрину, и Гитлер также объяснял, что по отношению к евреям я не делаю ничего из того, чего бы не делало историческое христианство по отношению к евреям на протяжении последних полутора тысяч лет, ведя вот эту теологию от, еще, значит, ну, каппадокийцев великих, вот, Иоанн Златоуст и прочее, которые объясняли, что, вот, как бы, получается, в антисемитской теологии, что Бог, он, все народы создал, да, кроме еврейского, а еврейский, якобы, народ дьявола, получается, отец ваш дьявол, Иисус сказал. То есть можно что угодно вообще, и Холокост оправдать, тоже Писанием, и всякие извращения оправдать, где-то убийства, что угодно можно. Вот, поэтому, когда говорят, вот, Библия, Божье Слово, я говорю, ну, это и да, и нет, и правда, и неправда, это, да, в ней записаны многие слова Божьи, да, согласен, в ней записаны в Библии слова и дьявола, слова и людей порочных, и праведных, всяких-всяких людей. И Библия уникальна на самом деле книга. Вот, но, вот, все Писание, говорим, о Богу вдохновенно, а фрагментально, частично, она, может быть, даже и не Богу вдохновенно, а убийственно, если мы по плоти пытаемся объяснять какие-то тексты из Писаний-то вообще. Вот, поэтому не просто Соло Скриптула, а вот Соло, как говорят, Уно, да, вот, только он, только вот, только он сам, Господь. Соло Христа. Ну, да, там как-то есть еще, да, такое, вот, есть еще вопрос, да, ангелы вывели, пришли его к нему, да, из-за Авраама, да, кстати, да. А не из-за Лота. Как относится молитвенно, язык положительно, чушь, в законе сказано, не ложись мужчины как женщины, неужели Давид этого не знал по отношению к Иоаннафану, ну, он многое чего-то другого делал, и там же и говорится, не убей, а он же и убивал, значит, и изменять жене, там, а он и женам, как бы, да, в 12 стульев Гаврила, женам, изменял, а он Версавию, да, 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 взял как жену себе, то есть, как бы, понимаете ли, написано, многое написано. И оставался по сердцу Бога. Да, да, да. Это пример как раз вот такого, что Бог смотрит на нас совсем другим взглядом, да. Сюда? Не, я сейчас, нет, да, я сейчас минуту. А то можно. Вот, и поэтому для, вот, новозаветных верующих сегодня для нас авторитет именно, вот, ну, на что мы взираем? Не на что-то другое, не на кого-то другого, а на самого Иисуса Христа, на Иисуса. Он является Господом, Спасителем, и ни в ком другом нет спасения, друзья. Нет другого имени под небом. Ни Давид, ни кто-то еще, ни Ной, там, Иисус. Да, там, средние клавиши, там, они у меня перепутаны. Окей. Хорошо, друзья, мы сейчас продолжим, давайте, сейчас, чуть попозже. Сейчас, здесь.